Были ли у вас такие моменты, что вы действительно верите в то, что существует такой способ работы? Так, добрый вечер, Сим Салабим. Да-да-да. Поколдуем. Так. Ну, не стесняйтесь, пишите, друзья, волшебных кнопок нет. Согласна. Ну, на самом деле, если вы так думали и стеснялись об этом написать, ничего страшного. Задам немножечко с другой стороны вопрос. Насколько часто или вообще бывают у вас такие случаи, когда вам пишут в соцсетях какое-то либо предложение, что мы самая лучшая в мире компания. Ну, я какие-то моменты сейчас, конечно же, утрирую. Работа без начальников, понедельников, будильников всего несколько часов в день без продаж. И, в общем, чуть ли не мы вам, за вас будет работать робот. Встречали такие сообщения? Мне приходят такие сообщения ежедневно. Таких очень много сообщений приходит. Да. Вот вам, честно, хочется сегодня написать «О, да, мне это интересно». Если, смотрите, если у вас, как у потенциального человека, не возникает такого желания, что «Да, мне это интересно, у меня это цепануло, так скажем», то ведь у большинства людей возникнет тоже такое же ощущение. Правильно? Согласны со мной? Да, конечно, согласны. Соответственно, этот метод, он существует. И называется он метод работы, рассылки спама, да, но на самом деле эффективность его очень-очень-очень низка. Более того, из своего опыта я пытаюсь, из своего опыта работы скажу, да, что я пытаюсь договориться с такими людьми и понимаю, что процент эффективности от их работы, он ничтожно мал. Более того, совсем недавно я общалась с девушкой, у которой несколько страниц, она пыталась мне сделать приглашение, я поняла по стилю ее общения, что это она же, мы это выяснили, после чего она меня добавила в черный список. И я спрашивала об эффективности ее работы, смысл иметь 10 страниц, человек не видит, на одной страничке она Тамара, на другой она Светлана. Это смысл начинать с построения бизнеса, с обман, да. Почему я вам это, вас так долго подводила к реалиям, к тому, чтобы вы сегодня отсвоили вот этот вот инструмент правильно и профессионально на уровне Армель. Да, мы временно вынуждены уйти больше в работу онлайн, но, поверьте, закончится карантин, люди выйдут на работу, люди будут ходить по улицам, не опасаясь, и вы снова сможете договориться с людьми. Но у вас останется навык, навык правильного, грамотного построения сети. Друзья, вам интересно со мной? Да. Светлана, спасибо. Сегодня очень активно отвечаете в чате. Ой, очень много, да? Супер. Просто вы немножечко притаились, я подумала, либо внимательно слушаете, либо что-то со связью. Отлично. Интересно. Так вот, смотрите, вы должны понимать, что на данном этапе это сегодня инструмент для продвижения бизнеса. Если аватарка закрывает, вы просто немножечко ее сдвиньте. Вот, это возможно сделать у вас на том устройстве, на котором вы смотрите. Итак, давайте с вами сейчас поймем, какие же задачи мы решаем, выходя работать вот правильным способом, да? То есть я вам начала рассказывать с того, как неправильно делать. Вот. Первая задача, которую мы решаем, это первое, это пополнение базы контактов с новыми людьми. Сегодня вы поймете, насколько легко и просто приглашать людей, дружить с ними, но опять же делать это правильно и грамотно. Следующий момент. Мы с этими людьми начинаем выстраивать отношения. Если, допустим, мы бы работали на земле и познакомились с человеком, ну, конечно, с ним как поддерживали связь? Мы бы с ним встретились, мы бы могли, допустим, с ним попить кофе, встретиться где-то повторно, пригласить в офис на презентацию и так далее. Но сегодня мы делаем акцент больше на выстраивании отношений через контент наших с вами социальных страниц, Инстаграма и так далее. Каким образом? Конечно же, через интересные посты, через сторис, в которых можно рассказывать, как проходит ваш день, что вы делаете. Мне сейчас очень близок марафон, который я тоже запустила свою команду «Ни дня без армей». То есть мы делимся между собой и плюс партнеры делятся у себя на страницах в соцсетях, как проходит этот день с помощью армей. Может быть, кто-то утром что-то взял из армей, в течение дня, вечером и так далее. То есть этими моментами мы вовлекаем людей в такую интересную жизнь армей. Плюс всевозможные прямые эфиры, в которых вы высказываете свою точку зрения, какое-то видение. Потому что в любом случае говорящий человек, он формирует возле себя людей-единомышленников. У меня лично сегодня произошел такой случай, который натолкнул меня на идею видео. Я обязательно напишу. И насколько я благодарна тому человеку, который позвонил, он высказал негатив по отношению к компанию, пытался сказать, что мы неправильно работаем и так далее. Но моя задача через этот негатив дать людям полезный контент, дать свое видение, дать свою точку зрения. И понимаете, в чем плюс? Люди слышат две точки зрения. Одну негативную, а одну правильную, да? Или там позитивную, потому что правда у всех своя. И, соответственно, люди начинают задумываться. Они сегодня посмотрели ваш эфир, они завтра прочитали у вас пост. После завтра, допустим, сторис какой-то ваш посмотрели. Или если вы в соцсети что-то выложили, да, и они говорят, слушайте, а там Таня, Маше, Петя, Коля, а ведь он прав и есть над чем задуматься. Понимаете, работать через соцсети, на мой взгляд, она сложнее. Она не приносит быстрый результат, но здесь есть такой момент накопительный. Дальше вы, когда уже задружились с человеком, нашли общий язык, либо вы заметили, что за вами человек следит, вы переходите уже в общение с этим человеком, да, и начинаете вести переговоры онлайн. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Вы увидите не скрипты, я бы так сказала, а идеи, фраз, которыми можно с людьми общаться и вступать в диалог. И дальше, когда у вас уже появляется человек в команду, вы работаете с ним индивидуально и подкрепляете это групповым мероприятием, какими именно мы тоже с вами проговорим. Но вот сегодня, сейчас вы присутствуете на групповом обучении по системе запусков. Это понятно, друзья? Если понятно, я двигаюсь дальше. Ничего нового, в принципе, я вам особых каких-то тайн не открою. Все начинается именно с базы контактов. Но большой плюс, если многие имеют барьер боязнь познакомиться с человеком на улице, то сегодня вы поймете, насколько легко и просто, в принципе, расширять свой круг общения. И, коль уж я начала сегодняшний вебинар ошибок, да, основные ошибки при введении базы контактов – это первое, самое основное – не ввести базу контактов. И, знаете, очень большой соблазн не сделать это в соцсетях. Потому что вы думаете, ну, вот же мои одноклассники, вот же мой ВКонтакте, да, и там Фейсбук, что вы предпочитаете. Я же этих всех людей вижу, я найму переписки и так далее. И вы делаете большую ошибку, не занося этих людей в свой список, не делая пометки, кто, что сказал, когда вы договорились, какую информацию вы дали. Объясню, почему. Почему. Когда таких людей 2, 5, 10, 15, вам кажется, что вы все помните, и вы совершенно не забудете, когда с кем, о чем вы договорились. Но сегодня мы будем говорить о статистике, мы будем говорить о больших цифрах, коль уж мы с вами говорим о эффективности и о результате, мы говорим о цифрах. Так вот, если в день минимум пополнять базу на 20 человек, а это позволяют именно делать соцсети, свыше 20 человек вашу страничку могут просто заблокировать, и я рекомендую именно расширять ежедневный список на 20 человек, на 20 новых контактов. И, соответственно, представьте, это как снежный кон, да, вот снеговика, когда мы лезем, мы начинаем с маленького комочка, и он становится все больше, 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 и, соответственно, поймите такую штуку, 20 плюс 20 плюс 20, за неделю у вас 100 человек, за неделю 100, за месяц 400. Как вы думаете? Вы вспомните вообще, кому вы что говорили, что обещали и так далее? Нет, конечно, более того, я скажу, именно я начинала с этой статистики 20 контактов в день, то есть у меня были контакты онлайн и были контакты офлайн, соответственно, я придерживалась цифры 20 человек в день. Именно эта статистика дала мне тот результат, который сегодня я имею, который имеет моя семья, и, соответственно, смотрите, я не то что не помнила, что я кому обещала, я элементарно путалась в имена, потому что из 400 человек будет обязательно там то Тань, то Маш, и иногда думаешь, а что это за Таня? Это, ребят, реально так. Да, я помню твою тешеную регистрацию, да, Виктория, спасибо. И, кстати, вот эта статистика, спасибо, Вик, что напомнила, вот эта статистика мне давала рекрутинг от 20 до 40 человек в месяц. Понимаете, это контакты, которые были вот извне, это не были люди, приведенные из других проектов, я начинала с нуля. И срабатывает статистика, из 100 человек 20 проявит интерес. И, соответственно, вот о том и речь, да, поэтому те, кто просто не везет базу, да, ознакомятся с 20 человек на день, правильно. Как ознакомиться, об этом мы еще поговорим. Смотрите. Дальше, да, какие еще ошибки? Ошибки, если человек в первый раз не отреагировал на ваше предложение или не захотел пообщаться, негативил, вы сразу ставите на нем крестик и думаете, все, Леля, все пропало. На самом деле нет. Из моей практики, опять же, по своей структуре, сильные партнеры, которые впоследствии становились лидерами, они приходили именно спустя полгода, год, слежки, я по-другому никак это не назову, просто люди по-разному принимают решения. Кто-то принимает молниеносно, все, я хочу, как вспышка, да, кто-то думает месяц, кто-то думает полгода, год. Не важно, ребят, важно то, что эти люди примут решения. Да, сегодня мы говорим о том, что мы находимся в более лояльных условиях, потому что люди в принципе в поиске, потому что кто-то лишился работы, кто-то ищет возможность экономить, кто-то ищет возможность делать покупки, не выходя из дома. И я сейчас, вот смотрите, я загнула три пальца, и мы на все эти моменты говорим, да, 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 мы можем сегодня с вами это предоставить нашим кандидатам. И в этом огромнейший плюс. Если еще вчера человек мог вообще даже не смотреть в сторону сетевого маркетинга, его не интересовал вопрос экономии, он держал пальцы веером и говорил, а мне важно бренд, а мне важно фонды. Ну, понимаете меня, да, вы здесь все партнеры, здесь нет кандидатов, и я могу применять такие правы. То сегодня люди понимают, что экономить приходится, урежать бюджет где-то нужно. А к хорошему-то привыкли, и мы с гордостью можем предложить наш продукт, потому что он нисколько не хуже, а в разы даже лучше тех аналогов, да, которые сегодня стоят на полках магазина. Если вы сегодня являетесь лояльным потребителем, 100% потребителем нашего бренда, то вы с уверенностью можете об этом сказать, да. И основные моменты, да, правила, мы должны с вами принять тот факт, что да, база – это тот самый главный инструмент, это наша самая большая инвестиция в бизнесе – это люди. И мы должны именно сегодня правильно, грамотно работать с людьми, ежедневно пополнять базу и работать с ней. Вот. Двигаемся дальше, потому что я могу в одном флайсе сейчас рассказать вам весь наш сегодняшний материал. Итак, смотрите, как я уже сказала, что работа в онлайн, работа в сети, она строится по тем же законам, по тем же принципам и по тем же алгоритмам, которые мы, в принципе, стараемся донести уже на протяжении, наверное, нескольких лет, это наша воронка рекрутинга, да. Но, говорите, повторяю, мать учения, давайте сегодня еще раз проговорим эти же моменты. То есть, смотрите, это та же воронка рекрутинга, это та же отработка статистики, только немножечко другим способом. И воронка, она устроена как, да. Все начинается именно с базы контакта. Сегодня делаем акцент на онлайн. Дальше что? Мы этих людей приглашаем. Мы проводим с ними переговоры. Соответственно, дальше, либо у нас повторная встреча, либо сразу регистрация, и дальше момент уже запуска партнера бизнеса. Вот этот же тон у вас сегодня провалился, вот на тех слайдах, да, которые мы с вами успели проработать, что в принципе, в принципе, работа сильно-то не будет отличаться. Да, мы делаем акцент на диалоге через мессенджеры, через социальные сети, но в принципе, в методах нашей работы сегодня концептуально ничего не поменялось. Мы не предлагаем вам робота фрошу или как там еще, ботов всевозможны. Самое интересное, я пыталась общаться вот с этими роботами, с опытами, и так интересно, знаете, люди даже не умеют общаться. Они действительно роботы. И мне сегодня интересно, вот с кем вы хотите общаться, с нормальными людьми или все-таки с роботами, с которыми неинтересно. Вот, двигаемся с вами дальше. Помните, да, основной момент, как я уже подговорила, эффективные переговоры, это, конечно же, переговоры с глазом на глаз. Но если сегодня мы имеем возможности с вами встретиться с человеком в стенах офиса, либо в кафе, то мы можем эту встречу все равно провести с глазом на глаз. таким образом, легко подключая кафе, используя видеосвязь. Опять же, приведу свой пример, чтобы вы поняли, что не просто голословно взяла теорию, переложила на онлайн, и говорю, ребят, что это просто замечательно, просто видно. Я, правда, в тот момент очень активно использовала кайф, но сейчас есть куча других вариантов, типа, как Ваттап, видеозванки, Телеграм, даже ВКонтакте уже можно созваниваться в одноклассниках. Четыре года назад я активно использовала скайф, и я созванивалась с людьми, именно включая камеру. Да, у меня иногда на заднем фоне пробегали там дети, а на заднем фоне у меня где-то когда-то были там кастрюли, потому что я начинала, когда у меня младшему ребенку было, я была еще там в 20-м большом годика ему было, но почему я это делала? Я делала это осознанно, чтобы показать реальную картинку человеку, чтобы он понимал, что я вот такая Олесия Селезнёва, какая я есть. Конечно, я старалась быть, ну, так скажем, в предпараде, то есть вы должны понимать, что все равно человек будет делать выводы и приятнее общаться, если вы, например, не в халате, а в какой-нибудь красивой густе, да, в футболке, если на вас там в пиджачок. А пусть у вас будет домашняя обстановка, пусть будут на заднем фоне ваши члены семьи, но вы будете настоящей или настоящим, и человек увидит ваши глаза. Иногда мой кандидат, он не включал камеру, но я при этом все равно не выключала камеру, чтобы человек имел возможность пообщаться опять же со мной. поэтому, опять же, акцент, если возможно встреча, встречайтесь, потому что в некоторых регионах это уже в принципе актуально, это можно делать, а если встретиться невозможно, общайтесь по видеосвязи, если нет возможности видеть видео, общайтесь по аудио. Поняли, да, о чем речь? Опять же, приведу пример, днями я написала девушке, с которой общалась несколько лет назад, и она восприняла мои вопросы, так скажем, ну, что я проявляю навязчивость, да, и я помню, когда что ответила, что, знаете, Елена, я считаю, что настойчивость в нашем деле это показатель профессионализма, главное, чтобы оно не переросло в навязчивость, и мы мило попрощались, я как бы слышу ее, но проходит год, я вижу, что она рачает какую-то новую фотографию, я решила спросить, как у нее дела, как она находится на самоизоляции и так далее, и она, видимо, прочитала последнее сообщение и говорит, ну вот, вы были правы про навязчивость, на что я голосом отвечаю, что, Елена, знаете, я не считаю навязчивостью, если я раз в год у человека, который находится у меня в друзьях, спрашиваю, как дела, и тут она мне, значит, ответила, ой, а что, уже прошел год, и у нас, в принципе, завязался хороший разговор, к чему я это говорю, потому, что, если бы я написала, человек не слышит посыла голоса, он не слышит интонацию, и он на самом деле может воспринять ваше сообщение в штыки. Почему это происходит? Потому что людей уже просто, ну, вот этой вот навязчивостью, вот этими всевозможными спам-сообщениями, ну, просто достали. А когда вы показали свое отношение, что вы, в принципе, не такая, да, и у вас совершенно другая цель, в общем, мы плавно перевели разговор на тему офи, я не предлагала бизнесов, предложила продукт, помощь ее бизнесу, и мы, в принципе, на сегодняшний день продолжаем с ней общение уже на более таких, ну, тонких вещах. Поняли, про что идет речь? Так, зависла, раз, два, три, четыре, пять, меня слышно? Все нормально, отлично, значит, мы двигаемся дальше. итак, переходим к моменту, каким же образом мы можем с вами расширять свой круг общения с друзей, чтобы, в принципе, завтра, послезавтра, через месяц у нас была с вами возможность повторно к человеку обратиться, сделать ему предложение и так далее. Смотрите, первый момент, у вас есть у всех в соцсетях друзья, и очень часто у вас друзья друзей выходят как рекомендуемые люди. Вот я каждый день открываю, допустим, какую-то соцсеть, вижу, что, возможно, вы знакомы с тем-то и у нас есть один общий друг. Встречаете у себя в соцсетях? Так вот, это люди, с которыми, в принципе, мы могли с вами сегодня по-настоящему. В этих слайдах приведены примеры, вы можете их проектировать примерами, с которыми вы можете обратиться к человеку. Ну, например, Маша, Даша, Даша, привет. Сейчас летала с друзьями, увидела тебя. Тысячу лет не общались, хотела позвонить тебе на номер. То есть, во-первых, работа со списком. У вас в списке может быть написан человек, которого вы не знаете контакт, но тем не менее, это потенциальный человек, потому что он, в принципе, вы понимаете, что он чистит зубы, он моет голову, а, соответственно, наше предложение ему может быть интересно. Это люди, которые потенциально должны быть с вами проинформированы. Следующий момент. Вот, смотрите, друзья, на страницах твоих друзей, да, опять же, там, привет, я не знаю, помнишь ты меня или нет, увидела тебя в друзьях твоей сестры, к примеру, Маши Ивановой, мы с тобой вместе учились в музыкальном колледже, ты в Оренбурге живешь? То есть, здесь моя задача, чтобы человек, в принципе, сначала просто ответил. Как вы видите, диалоги не строятся сразу, здравствуйте, я представитель компании Армель, у меня супер опыт, хороший доход, я решила свои проблемы и приглашаю вас с собой. Вот, верите, нет, но мне такие сообщения приходят сегодня от людей и мне всегда интересно. Вот, человек говорит очень много о себе, а он меня вообще не слышал. Интересно мне это или нет? с другой стороны, мне очень забавно смотреть приглашение, когда меня приглашают, например, в компанию Армель. Сейчас такое реже, но раньше было. И забавно было продолжить диалог, потом меня обижали и говорили, что что же вы мне сразу написали, что вы уже лидеры Армель. вопрос, а вы на страничку заходили или вы выявили вообще потребность, да? То есть, это вот, опять же, ошибки. Дальше. Вы можете знакомиться с людьми, которые ежедневно посещают ваши странички, да, есть такие. Вам выходили больше, либо просматривают ваши сторисы, пишут какие-то комментарии. То есть, здесь можно спросить, да, что я видела на своей странице, меня зовут Олеся, чем могу быть полезным? Опять же, рада знакомству. Странно, что мы до сих пор не знакомы. Вы же в Саренбурге. Если человек говорит да, отлично, если говорит нет другого города, это все равно, это повод дальше продолжать диалог. Опять же, да, люди, которые участвуют в вопросах, либо отмечают, да, что-то в комментариях, лайкают, опять же, это тоже кандидаты, значит, они уже, в принципе, разделяют вашу точку зрения. Да, это могут быть люди, которые, ну, возможно, что-то тоже хотят предложить, но сегодня нужно общаться с такими людьми, потому что в разных компаниях, разные ситуации, конечно, здесь придется мысл после человека, да, но это ничего страшного. то есть ваша основная цель с человеком познакомиться, узнать, чем он занимается и в поиске ли он сегодня, да, в различных моментах в поиске не только доходов, да, ну и, допустим, экономии, возможно, готовить продукты, выходя из дома и так далее. То, о чем мы уже, в принципе, с вами проговорили. Следующий момент. Это могут быть люди с одинаковыми интересами, да, слюки выращивают, кожа слюки, я не знаю, дети у вас маленькие, там, все, что угодно. Например, вы делаете вакулации, тоже водите, ну, например, наша семья ходит в лайн-фитнес, да, существуют даже группы, фитнес-фитнес, это такое, что стены, но эти группы тоже стоят, забыть, это повод не знакомиться, почему, потому что у вас уже есть общая тема для разговора, вы можете спросить вам, какому тренеру ходить, а далее ходите весь у вас результат, и в разговоре дальше перевести уже на продукт, спросить, чем занимается и так далее. С этим понятно, друзья? Давайте немножечко плюсиками дадим обратную связь, потому что в чате тишина, возможно, вы внимательно слушаете и пишите, да, все отлично, понятно, много плюсов, спасибо, мы двигаемся дальше. Дальше можно знакомиться, выбирать, например, людей в категории, там, из-захода конкретного города, либо, например, которые люди отрели в возрасте, это тоже можно сделать, и, опять же, это будет являться темой разговора. Следующий момент, на конкурсах по стене, кто добавляется к вам, друзья, вот, например, у меня в страницах очень часто есть приглашение в друзья, я, конечно же, захожу на страничку этого человека, смотрю, если это реальный человек, не какой-нибудь, там, вот, с непонятной картинкой, то, конечно, я такого человека отклоняю, если там живая аватарка, есть нормальный фото, то я, в принципе, принимаю приглашение о дружбе, и также завязывается у нас диалог. Двигаемся дальше. Очень люблю категорию глюти-мастеров. Я считаю, что это люди, которые, в принципе, понимают топ-заработки, они привыкли зарабатывать деньги своим трудом, у них есть навыки, знания, допустим, в индустрии красоты, и остается только сделать предложение именно попробовать продукт, мы можем дать протестировать. Я очень часто таких людей спрашиваю именно как экспертов, приглашаю на какие-то мероприятия, либо встречаюсь очень индивидуально и знакомлюсь, прошу сделать отдых о продукте и так далее, да, например, Анна, добрый день, буду рада знакомств, увидела, что вы работаете в сфере красоты, вы со мной не работаете или на дому. Если человек отвечает, это человек открытый, он, в принципе, готов к общению и у вас дальше завязывается разговор. Вот вижу в чате, Мария пишет, что они очень вредные, да, это, наверное, право, будет инвестиров иметь в виду, но здесь на самом деле, Мария, это тоже статистика. Даже если вам попадется, например, 10 вредных, попадется 2 не вредных, которым станет интересно, марк, которые они могут использовать не только в работе, но и заработать на этом продукте. Вредные, как правило, если они, может быть, не поняли вашего предложения, но если вы предлагаете человеку не в начале в последних открытых базах, то, что судьбой темпы, я думаю, что здесь все будет очень младенно. По крайней мере, мне сильно вредно, честно, мне попадалось. Дальше. Категория советные закупки, то есть это те люди, которые, в принципе, используют доход, у них есть тоже свои клиентские базы, и здесь можно человеку предложить расширение его ассортимента. Опять же, объяснить, почему вы сегодня сотрудничать с Армель, дать эту идею, рассказать, что нет рисков и так далее. И, возможно, опять же, вот, я сама мастер мастерового сервиса и не вредная, совершенно верная. Так, с этим, я думаю, все понятно. Примеры не стала вам зачитывать, потому что вы и так их можете прочитать. Вот. Двигаемся дальше. Следующий момент, да, это, как я уже сказала, если вам человек, допустим, отказал, это не факт, что завтра он не станет вашим клиентом или партнером. И здесь важно выстраивать отношения с людьми. Опять же, если мы на земле можем выстраивать отношения с помощью встреч, повторных звонков, то здесь мы, я уже говорила об этом, еще раз повторюсь, да, выкладывайте много постов. Посты должны быть интересные, посты должны быть такими, чтобы человек задумался, да, либо рассмотрел вашу точку времени. Можно захватывать темы, которые сегодня актуальны, да, там, не знаю, как выжить дальше, вот, почему сегодня важно экономить, а как сегодня можно экономить, какие-то такие интересные названия, которые людям будет интересно читать. Также записывайте сторис. Сейчас люди сидят дома, кому-то надоело смотреть телевизор, и очень много людей, которые действительно посматривают сторис, они могут просто наткнуться на вас, вы станете для них интересным собеседником, и это тоже повод потом с человеком связаться, да, что можно сделать? Опять же, завариваете кофе, покажите, я не знаю, находитесь там, дома решили уборку сделать, покажите, это тоже ненавязчивая реклама, потому что где-то у вас мелькнет средство грим-бабы, да, и так далее. Показывать можно моменты, как вы работаете, как работаете дистанционно, как проводите онлайн-презентацию, онлайн-переговоры, потому что кому-то сегодня станет интересно, он скажет, ой, а я бы тоже так, например, смог или смогла, а почему бы нет, ой, а интересно, а что же нужно делать, чем этот человек занимается. Плюс не бойтесь выкладывать результаты свои, если сегодня результаты маленькие, выкладывайте результаты команды, потому что изначально, опять же, когда я приходила в компанию, у меня не было результата, я говорила о результатах команды, о результатах своих спонсоров, я звала людей в команду, где есть рост, где есть движение, где интересно и где есть перспектива, да, вот, и, конечно же, опять же, как можно чаще выходить в эфир, люди сейчас смотрят, и ваша тема может быть очень актуальна. Смотрите, почему важно выкладывать результаты своей работы. Здесь прямо отдельный слайд, первый ранг, первая прибыль и так далее. Буквально сегодня мы к лидерам обсуждали пример, когда у человека сохранился скриншот, смотрите, какие цифры были приведены. Первый доход был 400 рублей, второй доход у этого человека через месяц или два, не помню точно срок, был 12 тысяч рублей. И теперь внимание, через полгода чек этого человека был около 300 тысяч рублей, 282, если не ошибаюсь. Теперь смотрите, даже если человек за вами наблюдал полгода, пусть он увидит, вы начинали с 400 рублей, а сегодня даже если у вас чек будет 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, понимаете, это думается, блин, прошло 3, 4, 5 месяцев, а доход вырос в десятки раз. Если говорить, например, про мой личный пример, то у меня чек в первом месяце был 6 тысяч, во втором месяце 69 тысяч рублей, и дальше он рос. И когда я продел вот эту статистику, что послушай, а где у тебя сегодня есть возможность через месяц 2-3 увеличить свой доход в десятки, а может быть и в сотни раз. Подумай, а может быть на самом деле мое предложение, оно сегодня действительно для тебя будет актуально, ты ничем не рискуешь и так далее. Чи, да, вам интересно? Я думаю, что здесь большого секрета нет, это лидер нашей команды, команды Армель, это Оксана потому что она разместила в принципе чеки свои у себя и я вам уверена сегодня, потому что это реальный пример, он тоже реальный. Я тоже сейчас смотрю свои старые корявые никотины люди видели, как я росла, да, совершенно верно, и не всегда приходят люди сразу успешно напрасно думать, что да, вот сейчас на презентации послушают лидера, например, потому что мне бывало писали, что не представляете на презентации это все и мы как она уже подбежит у нее результат, нет, а вот например, Глаша, вот она только начинает и я могу все равно придут именно на симпатии к вам и это будет большая ошибка. Запись поставила, правда, не совсем сначала, если технически сдать, то записью поделюсь в лидерском чате и вам запись передадут. Если выикается, ребят, перезайдите, потому что у меня с интернетом все в принципе в порядке, но давайте на всякий случай проверим связь. Поставьте, пожалуйста, десятки, у кого все нормально. 8, 10, все нормально. так. Все отлично, немножко пропадало, но сейчас все отлично. Я не совсем хочу прерывать комнату перезагружать, потому что когда остановится запись, мы не сможем ее сохранить. Поэтому давайте остаемся тем, у кого все хорошо, и можно перезайти с тем, у кого какие-то проблемы со связью. Двигаемся дальше, да. Смотрите, когда мы приглашаем человека по телефону в цель встречи, главная ошибка, что мы говорим очень много лишнего, либо сразу начинаем выкладывать суть предложения, то есть, смотрите, это неэффективно, человек может не так понять, не так допонять, делать преждевременные выводы, и здесь, конечно, важно именно пригласить и отфильтровать тех людей, которые либо готовы прийти навстречу, либо нет. Но так как мы с вами сегодня все-таки делаем акцент именно на работу онлайн, я немножечко остановлюсь подробнее, да, именно на вот этом моменте. Сейчас, секунду, у меня вот был слайд, да, вот они, переговоры онлайн, то есть, смотрите, переговоры онлайн, это такой же живой переговор, как будто бы вы с человеком встретились. Как мы уже с вами проговорили, мы что делаем, мы используем видеосвязь, мы можем подкреплять наши диалоги с помощью фотографий, с помощью отзывов, и здесь очень важно сейчас делать также наработки именно отзывов ваших партнеров, ваших клиентов о продукте, потому что если человек скажет вам какое-то возражение или сомнение по поводу качества продукта, будете пользоваться спросом этот продукт, вы всегда можете зайти в отдельную папочку, открыть эти отзывы и сказать, что смотри, сколько человек уже пользуется этим продуктом, у них уже сложилось впечатление, они довольны, они лояльны и так далее, да, и в любом случае, как бы человек вам не негативил, старался высказать свою точку зрения, вот как мы сегодня, да, она мне прямо навязывала, что мы делаем неправильно, что вообще так нельзя, но в любом случае тактика открытых дверей, она всегда прорабатывает, не ведите себя так, чтобы человек не смог к вам повторно обратиться, заканчиваем любой диалог, конечно же, дружбы, да, следующий момент, в любом разговоре старайтесь скинуть ссылочку на мобильное предложение, это тоже отличный инструмент рекрутинга, чтобы человек прошел ароматест, да, сделал подбор, сейчас очень классно скидывает ссылку на онлайн магазин, потому что он сделан потрясающе, он сделан профессионально, он сделан на уровне армель, и вы выступаете как предпринимателем интернет-магазина, если вы скинете такую ссылку человеку, который занимается допустим совместными закупками, да, он просто, ну, я не знаю какое слово подобрать, он будет в приятном шоке, да, что вот он готовый инструмент, просто людям скидывают ссылки, объясняют и так далее, в принципе, да, тот, кто работает после медной закупки, старайтесь использовать такие фразы, что, допустим, я вас поняла, если у вас вдруг что-то изменится, да, либо появится время, желание, увеличить свой доход или так далее, с моим предложением вы сможете ознакомиться здесь, опять же, скидывайте ссылочку на свою страничку, может быть, на канал, если он у вас есть и так далее, либо захотите, допустим, порадовать себя классным ароматом, классным кофе, то можете мне написать англичку, в группу и так далее, кстати, сейчас отличная тема, да, я забыла вам этот пример привести, вернуться с людьми в диалогу с тем, кому мы, допустим, дарили пакет из кофе, давали его протестировать, но человек по какой-то либо причине не купил, возможно, 600 рублей ему было дорого, сейчас хорошая новость цена снижена, я буквально на прошлой неделе таким образом у трех человек собрала заказы, потому что они были не готовы купить кофе за 600 рублей, они на тот момент говорили, что он дорого, а регистрироваться они не захотели, сегодня они охотно согласились это сделать, вот, так, еще про по поводу цены, мысли, если вспомню, обязательно вам скажу, да, через продукт, опять же, да, это актуально, что многие сейчас цены повышают, а у нас наоборот, цена снижается, это тоже очень классный момент, и так далее, дальше, вы должны помнить о темпе переговоров, то есть, вот этот темп 20 человек в день, это в принципе то, что приведет вас к результату, если вы будете работать в режиме 1-2 человека и 10 людей за неделю, то в принципе не ждите быстрого результата, быстрой отдачи, вам будет казаться, что никому ничего не надо, мало людей вообще на что-либо реагирует, то есть, просто вы не отработали определенную статистику, вот, с этим надеюсь понятно, ваша задача дать информацию абсолютно всем, кто будет у вас в друзьях, вот уверенно, вы это сделали еще не всем, тем более, если пополнять ежедневный список, расширять круг людей, то он в принципе никогда не кончится, и помните, да, о тех приоритетах, о которых мы сегодня проговаривали уже не раз, что первый акцент эффективный это встреча в жизни, второе это звонок, видео общение, либо аудио сообщение, да, и еще опять же, какими можно, допустим, фразами с человеком законтачиваться, смотрите, вот здесь приведены примеры, которые, на мой взгляд, одинаково хорошо работают и по телефону, и в принципе через, допустим, какой-то мессенджер, ну, допустим, Мария, добрый день, меня зовут Олеся, у вас есть минутка, ваш номер телефона порекомендовала мне наш общий дитимастер, сказала, что вы очень интересная, яркая девушка, и вам можно доверять, вы знаете, мне к вам, возможно, было бы интересное зловое предложение, но прежде я хотела бы с вами в принципе попить кофе, так бы мы с вами позвонили человеку, да, когда у нас была возможность встретиться, да, то есть не на карантине, но сегодня мы можем в принципе то же самое не меняя сразу предложить созвониться по вас и так же просто эмоционально показать ту же нашу папку, рассказать, что смотри, какая у меня есть папка, у нее исходит сейчас такой аромат, знаешь, если бы камера передавала аромат, уверенно тебя бы она не оставила равнодушной и так далее, либо показать пакетик копия, объяснить, что, знаешь, если правильно говорить это в бритв-пакетке, я тебе гарантирую, что это будет вкус не просто кофе, который ты степанул ложкой и получила растворение напиток, а именно кофе, который тебе сварил Бористо, то есть другими словами, ты посетила ресторан или крутую кофейню, понимаете, когда вы будете вот так открыто, красиво, вкусно, с человеком говорить по-другому звонку, эмоция, она будет продавать саму себя, вот, ну, либо, опять же, все примеры смыслом не зачитывать, читать вы все прекрасно умеете сами, хочется больше нанести своих мыслей, то есть мы не предлагаем встретиться попить кофе, предлагаем позвониться по WhatsApp, да, и просто ищем тех, кто готов к общению и именно отрабатываем свою статистику. Двигаемся дальше, двигаемся дальше, как в переписке о нашем предложении, опять же, не делаем предложение в лоб, а начинаем с выявления потребностей, нам с вами нужно максимально быть человеком мастер, кто он, чем мастер, какие могут быть общие темы, допустим, опять же, дети, какие-то хобби, сейчас у многих наболевшие путешествия, да, вот я люблю путешествовать за возможность съездить и так далее, сколько времени, допустим, человек может там уделять, чтобы иметь дополнительный доход, да, почему, в принципе, он готов сегодня рассмотреть какое-либо предложение, то есть сблизиться настолько, чтобы стать в доску своими, да, вот очень такая интересная, ну, классная фраза, в доску своими, прямо на одной волне быть, да. Что еще можно спросить у человека? Слышал ли человек о торговом, о торговой марке Армель? Вы должны понять, вернее, донести человеку, что вы действительно предлагаете классный бренд. Меня сегодня просили продать пробники человек, который не зарегистрирован. Вы знаете, я всеми своими силами, всеми своими словами хотела донести до человека, что, понимаете, Армель – это бренд. Мы не занимаемся продажей вот этих маленьких мензурок, чтобы у вас сложилось неправильное представление о бренде. Попробуйте сегодня прийти в магазин, допустим, X и купить пять миллилитров духов Шанель-Шан. Вы не сделаете это, потому что марка дорожит своей репутацией, вот точно так же Армель дорожит своей репутацией. Мы на ступеньку выше того, что вы просите. Хотите пробники у нас есть стартовая папка, хотите покупать, пожалуйста, я приглашаю вас на тестирование. Если человек отказывается от всего, чья это проблема, это проблема его, эта проблема не моя, я ищу того, кому это будет интересно. Вот. Следующее, да, всегда стараемся закончить на коветиве. Хорошо, я вас поняла, если у вас изменится мнение или поменяется ситуация, помните, я всегда готова возобновить с вами диалог, да, здорово, если вы кратко сможете рассказать о каких-то таких локомотивных наших продуктах, в чем наше торговое преимущество и так далее, да, здесь, опять же, с помощью отзыва, видео и так далее. Лучше использовать свои фото, потому что, когда на фото присутствуетесь вы, это, ну, говорит о том, что вы не просто там у кого-то связали фотографии и сегодня думаете, что, ой, а возможно получится, а вы истинный оценитель, да, той продукции, о которой говорите. Дальше, дальше, всегда старайтесь взять обратную связь, если вы пообщались с человеком, например, в WhatsApp, либо созвонились через какое-то объявление, на ВИПе и так далее, старайтесь взять в соцсети, чтобы сдружиться, и здесь, опять же, в помощь будет ваш полезный контент, ваши видео, ваши сторисы, человек начинает наблюдать за вами, потому что, как только вы стали друзьями, в его ленте отображаются ваши новости. Понимаете, да, из-за чего это нужно делать? И, конечно же, основной момент, это отметить человеку на вопрос, а почему Армель, а почему с тобой, а помогут ли мне? То есть, здесь мы говорим о гарантиях, о системе обучения, о системе работы, о вашей личной поддержке и, конечно же, о высоком качестве продукции, да, и заканчивая диалог, переписку, аудио-видео-сообщение. Мы делаем всегда промоушен на команду, на аноника, о чем я распределиваю. И не надо говорить о том, что я сегодня на тренинге, я не могу переносить главе офис, да, и живой в пределу информации, посмотрел, попробовал, пощуп. Сейчас презентации идут еженедельно, вернее, они и шли, и идут, да, по вторникам, куда можно сейчас активно приглашать ваших кандидатов. Плюс, уверенно, в каждой команде лидеров есть отдельные свои презентации, отдельно рассказываем о продуктах, о линейках. Пожалуйста, это все можно использовать для работы с потенциальными кандидатами. Итак, давайте с вами подведем итог, да, опять вы видите, вы прощались к нашим баранам, с чего начинали, тому и пришли, это наша воронка рекрутки. Самое главное, примите тот факт, что ваш бизнес, это бизнес статистики. Вот, знаете, статистика даже работает среди партнеров, если в чате будет, например, 100 человек, 20 будет активных, а 80 будет наблюдателей. Так с вашими кандидатами абсолютно все то же самое. Смотрите, чем больше людей у вас будет в баде, тем больше людей вы пригласите в переговорах. Соответственно, чем больше вы пригласили, тем больше людей либо согласятся прийти к вам на встречу, либо у вас состоит видеозвонок, видеодиалог, вы тоже там ему скажете, да. Чем больше людей придут, согласятся вернее прийти, тем больше придут, чем больше придут, тем больше будет процент людей, которым это станет интересно, тем больше будет у вас партнеров, а чем больше у вас будет партнеров, тем будет больше у вас активных лидеров, да. По статистике лидеры приходят не каждый день. Вы должны понимать, что, ну вот у меня где-то по статистике это было раз в полгода, год, то есть человек, который берет и он приходит совершенно осознанно в бизнес. Вот таких людей приходит крайне редко, но опять же, если их не перебирать, они к вам не придут. И смотрите, очень классный пример с картами. Мы сейчас здесь, мы живем на бочке, в загородном доме, который мы построили благодаря доходу в компании Армель, так вот они поймали такой сейчас момент, они играют в карту. Так вот, в колонии, смотрите, 54 карты, в колонии всего 4 суза. Вот представьте, что 54 человека это кандидаты, да, сколько-то это будут активные потребители бренда, а 4 суза это ваши 4 лидера, которые в ближайшее время накроют квалификацию в 17%, а вы, соответственно, станете фирмой маркером. Ну, как вариант, да, вот, Мария пишет, так, из одной один, да, совершенно верно. Никогда не останавливайте, да. Когда мы начинали вебинар, была классная песня «Поверь в мечту». Вот когда у вас действительно вот сейчас появится вот эта вера, вера в то, что действительно сейчас время перемен, и в это время реально, даже, наверное, легче найти людей, которые в поиске, мечта, она станет реальностью. И в завершении, конечно, я не могу сделать промоушен на ближайшее мероприятие. Видите, все четко, алгоритм, он присутствует везде, правильная схема, она везде, она дает результат. Смотрите, ближайшее событие, на которое вы уже сегодня, сейчас можете себе поставить цель пригласить как минимум пять гостей, из этих пять гостей один из два самых ваших партнеров. Так вот, на такую ближайшую презентацию вы можете пригласить уже во вторник, 19 мая, это будет 15 Москвы и 21 Москвы, удобное время. Могу сказать, что во вторник одну из презентаций будет вести мой супруг Владимир Солизов. Когда ведут презентацию мужчины, это, ну, более, наверное, интересно, потому что больше фактов, то есть приглашайте туда мужчин, будет очень интересно. Ну, а для партнеров мероприятие, которое состоится 4 июля, да, это школа ключевых лидеров и ваша цель, сегодняшняя цель, если вы еще не в ситуации 9%, я думаю, она станет мотивацией, это закрытие в мае 9%, либо в июне, и тогда вы попадаете на вот это вот закрытое обучающее мероприятие, которое тоже будет в онлайн-режиме, здесь, опять же, свои плюсы, потому что не нужно тратить денег на дорогу, на проживание, вы сейчас четко можете сфокусироваться на этой заветной квалификации и уже в ближайшее время увеличить свой доход по той теме, которая приводила цифры наших лидеров от сотен рублей до сотен тысяч рублей. Ребят, май, шикарный месяц, уже сегодня у нас закрываются лидерские новые квалификации в команде, сегодня уже люди закрывают форфировых мастеров, а сегодня только 14 мая, еще, в принципе, идет середина месяца, посмотрите, какой потрясающий месяц, если вы не верите этому, эта проблема только в вашей голове, убирайте все эти страхи, просто начинайте работать вот по этой теме, здесь, наверное, я спрошу немножечко обратной связи, насколько полезный вам сегодня был вот этот алгоритм, услышали вы для себя ценные, да, какие-то фразы, поняли ли вы, насколько просто расширять круг людей и как просто без спама обращаться к людям, начинать отношения, звать на себя, иметь возможность проявить себя, раскрутить свой личностный бренд и уже завтра иметь достойный результат, достойной компанией, ребят, спасибо, очень полезно, приятно слушать, очень полезно, ставлю себе цель иметь 20 человек, Ален, супер, супер, вот читая такие отзывы, я понимаю, что этот час мы провели не просто так, а именно с пользой, всем спасибо за внимание, спасибо, что были вместе, и до связи, до новых событий, желаю всем как минимум 5 гостей на следующую презентацию, все, всем пока-пока, спасибо,